Здравствуйте, дамы и сэры, с вами Барматунчик. Сегодня немного неформатный ролик, хотя я не сказал бы, что моего канала вообще есть какой-то формат. Это видео вряд ли многим будет интересно, однако я всё же решил его запилить. Дело в том, что я вполне нехилый такой фанат вселенной Dragon Ball и даже выбил платиновую ачивку в игре Xenoverse на PlayStation 4. Суть, скорее всего, поймут только те, кто читал оригинальную мангу или смотрел аниме. Ну, в любом случае, приступим. Называется это произведение «Перерождённый Ямчий». Начинается всё с того, что два друга школьники собираются пойти на какой-то аттракцион, посвящённый Dragon Ball. Будучи вполне себе озабоченными школьниками, они решают, что стоило бы позвать с собой девочек. На следующий день друга не встречаются. Один из них почти не спал, мол, рубился в Докан Баттл всю ночь. Или Докан Баттл. Это, если что, такое приложение по Dragon Ball для Android и iOS. Можете сами скачать и заценить его, если хотите. Просто мне тяжеловато дать этой игре какой-то определённый жанр. Это нужно самому попробовать просто, если вдруг интересно. Проходя по мосту, главный герой... Вы уж извините, мне приходится называть их просто главный герой и его друг, потому что их имён автор не называет ни разу за мангу. Так вот, пока двое идут по мосту, наш протагонист говорит, что из всех землян самым полезным оказался Ямча. Это на самом деле странно, ведь мы все знаем, насколько это бесполезный персонаж. Однако, вначале он мог сравниться по силе с Гоку, но после сливал всем подряд. Так вот, другу, похоже, не особо это интересно, и он замечает девушку, идущую снизу, и говорит... Зацени, у твоей девки офигеть какая короткая юбка! Что? Я должен посмотреть поближе! Чувак, да она убьёт тебя! Эй, ты в порядке? Держись! Наш неуклижий друг очухивается и замечает, что он превратился в Ямчу. Сначала думает, что это тот самый аттракцион по Драгомболу, но собравшись с мыслями, осознаёт, что он же не дошёл до туда, а навернулся с лестницы. В голову приходит теория о том, что, умирая, человек может оказаться в другом мире. Сначала он бесится и жалуется, мол, почему ему не достался Виджита или Гоку, но потом вспоминает, что именно Ямча начинает встречаться с Булмой, и сразу меняет своё мнение. Будучи нехилым таким задротом Драгомбола, он наизусть помнит, как должны развиваться все дальнейшие события, и повторяет некоторые сцены кадр в кадр. По оригинальному сюжету Ямча и Булма должны были улететь на вертолёте и встретиться с Гоку и остальными на следующем мировом турнире боевых искусств. Однако, вспомнив не насколько убог и жалок Ямча, наш герой решает, что лучше отправиться с Гоку к мастеру Роши и начать тренироваться вместе с ним. Но чтобы не потерять свою девушку, он просит её дождаться его, несмотря ни на что. Та, не понимая, что на него нашло, соглашается. Пропустив пару арок, автор переносит нас сразу же в тот день, когда Ямча должен отдать концы, а именно в арку Саян. Как мы все помним, чтобы не марать руки, Напа и Виджита поначалу вызвали сайберменов, которые должны были драться с нашими героями, чтобы развлечь принца Саян и его верного охранника. Тут у меня есть один вопрос к автору. Если наш герой в курсе того, что будет происходить в мире Драгомбола, то почему же мы не видим живого Гоку на заднем фоне? Разве он не должен был бы спасти его от Радица? Ну конечно же, мне было бы дико интересно посмотреть, как он тренировался с мастером Роши, участвовал в турнирах и скорее всего лично отделал бы короля Пикколы. Возможно, его бы даже взяли тренироваться Ками вместо Гоку или просто взяли бы обоих. Может нам покажут это после, хотя не факт. Так вот, многим приходилось приложить нехилые такие усилия, чтобы победить этих мелких зеленых монстриков. А Ямча был взорван одним из них, когда тос схватил его и бубухнул, как последний шахид. Наш герой, зная, как все это может закончиться, тренировался как ненормально и сказал, мол, давай, я всех шестерых один уделаю. Он спокойно отражает атаки своих противников. Ведь Жита, естественно, недоволен этим и говорит своим слугам, что вы знаете, что нужно делать, если вы не можете победить противника. Те облепливают его и... Но Ямча стоит невредимый. Говорят, что понадобится сила куда мощнее, если они хотят его победить. Все, конечно же, восхищаются непобедимостью волосатика. Даже Пикколо, который в оригинале был сильнейшим из всех присутствующих персонажей, сдаётся вопросом, мол, через какие жадские тренировки он прошёл, чтобы выдержать такой взрыв. И я понимаю его удивление, ведь Power Level, что на русский переводится как уровень силы, каждого Сайбермена равен 1200, ведь каждый из них по силе равен старшему брату Гоку. А у него была именно эта цифра. То есть всего их шесть, взрыв должен быть силой как минимум 7200, а это почти достигает уровня сила Напа, у которого он 7500, если он соберёт всё свои ки. К слову, в оригинале у Ямча в это время уровень силы был 1480, и взрыв одного такого карлика уже убил его. То есть тут взрывище явно мощнее, чем 7200. У Пикколо, кстати говоря, он был 2500. Заканчивается манга кадром, где Ямча стоит перед Гуру на планете Намик. Возможно, пока все тренировались, он успел слетать к нему, чтобы тот раскрыл его скрытый потенциал, чтобы он смог победить взломных Саян. Продолжение обещает выпустить уже в этом году, однако, когда неизвестно. Мне лично понравилось это вступление. Рисунок дико похож на оригинал, и я всегда обожал параллельные миры и альтернативные вселенные. То есть истории из разряда «А что если бы?». Зачастую лучше делать именно так, а не создавать сюжеты про путешествия во времени, где может быть куча неувязок. Кстати говоря, об альтернативных историях. Есть фанатская манга Dragon Ball Multiverse. Если хотите, я могу порассказывать и про неё. Пишите в комментариях. Также, если хотите, я могу сделать перевод манги, про которую я вам только что рассказал, и выложить её в своей группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ну и пишите, нравится ли вам рубрика, хотите ли вы подобных роликов, и вообще, го общаться! Можете даже срач начать по поводу пауэр-левелов. Кто сильнее, кто слабее, нужны они вообще или нет? Стоят они чего-то, важны ли они, или же они реально бесполезны? Ставьте лойсы, подписывайтесь, и тогда видосов станет гораздо больше. А ты что скажешь, Пикла? Кто не подписался, тот ямча из оригинальной вселенной. У-у-у-у-у!